Я очень много читаю биографии учителей различных. Как правило, это либо китайцы, либо разные источники, более пришедшие с Востока, поскольку мне ближе, наверное, эта форма, мне понятно, и я в этом уже давно. Помимо этого, любое проявление искусства всегда очень вдохновляет и восхищает, и дает какие-то толчки. Но если говорить конкретно про кого-то, личности, я читал жизнеописание Миларепы, такого учителя буддийского. В общем-то, это удивительная история, она меня потрясла. Я помню, что эту книгу я носил с собой просто не расставаясь с ней, это какой-то небольшой промежуток времени. Сейчас очень интересная книга мне попалась, тоже называется «Акхора». Это записал европеец со слов учителя, такого индуистко-тантрического. Но эта литература такая не для всех, она очень своеобразная, и можно, не практикуя, можно многие вещи понять неправильно. Поскольку там много противоречивых, на первый взгляд, вещей, но мне, как человеку практикующему, понятно. Есть вещи более, что ли, понятные. У Джонзы есть прекрасная книга «Даосская». Она тоже мне попала несколько лет назад в руки. Это книга, которую можно открыть с любой страницы и получить ответ на тот вопрос, который сейчас у тебя есть. Вот у меня книжка прекрасная мне подарили на день рождения «Дзен. Искусство быть свободным». Это из высказывания чаньских мастеров, когда дзен стал чань, перейдя в Китай. Там конкретные мастера, китайцы, которые говорили очень сжато-коротко, но при этом это чистый источник мудрости. То есть ты просто от одной фразы тебя прошибает так, что потом реально сразу попадаешь в состояние человека, который, скажем, не на 100%, поскольку эти люди были просветленными, и сразу туда не получается попасть, но насколько ты можешь открыться этому, настолько ты получаешь ответ. Прямо в этой ситуации здесь и сейчас.